Ну, здравствуйте, дорогие зрители! Готовьтесь к голливудским новостям, их есть у нас. Да, и много их у нас есть? Ну, есть, есть. Начнём с Оскара, недавно прошедшей. Ну, я хочу сказать, что не будем мы вдаваться в подробности киноведческие, не наш это формат, не наш это размерчик. Не лезвие размерчики, ясно. Нет, мы можем, можем, но не будем. Значит, остановимся только на небольших недоразумениях, которые тут приключились. Значит, ну, с Пенелопой Круз первое тут недоразумение было такое, очень забавное. Дело в том, что, значит, Оскар, он же ведётся как? Он не только в прямом эфире транслируется, но ещё и на Инстаграме у них есть официальный комментарий. Серьёзно? Да. Так вот, фотографии с подписями, там, что, чего, куда. Да, и модератор лопухнулся, причём лопухнулся вообще. Совершенно потрясающе. Он перепутал Пенелопу Круз, которая должна была вместе с Орбертом Дениров вручать очередной приз в какой-то там номинации. Он её перепутал с Сальмой Хайек. А чё? Ну, похоже немножко, но щетина другая. Не, ну, понимаешь, конечно, Салба и Пенелопа, конечно, братья-близнецы. Ну да, они, ну, обе они испаноговорящие достаточно. А, ну то, что одна испанка, другая мексиканка, в принципе, конечно... Полового значения не имеет. Обе женщины, обе чёрные, чёрноволосые. Короче, разницы им это не добавляют. Ну да. Да ладно, это фигня вопрос. Главное, что было дальше. Значит, есть такая актриса Дженнифер Лопес, она в прошлом... А, ну, Дженнифер Лопес, Дженнифер Лоуренс из-за... Лоуренс. А я и слушаю, что она говорит? Нет, ну, если Пенелопа Круз и Салму Хайк можно перепутать, почему мне Дженнифер Лопес и Дженнифер Лоуренс не перепутать? Нет, слушай, я не против. Ну, так вот, слушай, короче, она растянулась прямо на красной дорожке. Опять? Опять, упала. Её тут поднимали всем миром, поднимал её спутник, полицейский подбежал, короче, подняли, на ноги поставили, хотя платье у неё было немножко короче, чем в прошлый раз. Ну, каблуки, наверное, не такие, как надо. Чёрт, а может, ноги не такие? Нет, у неё ведьма ноги не такие, как надо, она на Оскаровской церемонии всё время валится снопиком, потому что в прошлый раз она, поднимаясь по лестнице за призом, растянулась там. Ну, она, понимаешь, это как, как бы это сказать, она волновается. А, ну да, от волнения ноги заплетаются, короче говоря. Может, её выносить проще, а? Ну, проще выносить. Вынесли, поставили. А что она ещё и получила... Ой, мама. В прошлом году она получила приз за «Мой брат псих», по-моему, это называлось. А, да, 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 помню, помню такую радость. Ещё одна хохма, да, ещё одна хохма была, тоже замечательная совершенно. Джон Траволт отличился. Он должен был объявить получателя Оскара в разделе «Музыки лучшей» к саундтреку, да? Так вот, плохо учил имя своего номинанта он. Надо было сказать «Идина Мэнзер», а он что сказал? «Адель Дэйдзим». А, ну он когда увидел эту тётку в синем... Не, тётка в синем это далее будет. Там, значит, дело-то в том, что просто надо учить имя, да? Не надеяться на авось. Вот. Что общего-то между «Идиной» и «Аделью», скажи мне? Нифига, вообще, в тапочках. Это вот, это вот как это самое, «Старишка и мать Марты», вот это называется, «Мартышка и очки». Ага, ага, подожди, 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 подожди. Ты хочешь сказать, что вот эта тётка в синем это Лайза Миннелли? Не именно это я и хочу сказать, а шо? Так, молчать. Ага, я тоже так сказала, когда первый раз это увидела. Да. Молчать я вас спрашиваю. Вот вот. Жесть, жесть. Не, я не буду. Вот про Лайзу я ничего плохого сказать не буду, не хочу, не могу. Нет, я не буду про неё что-то плохое говорить. Упаси боже, но её стилиста я бы кастрировала. Стилиста надо просто было не то, что кастрировать, а подвесить за эти кастрированные места. Это что такое? Во что он превратил эту, можно сказать, гениальную женщину? Ну да, женщина гениальная, действительно. Ну, будем так говорить, что у неё проблемы же со здоровьем-то изрядные, у неё два инсульта было. Какая разница? У неё имплантированная, по-моему, там в бедре какая-то спица торчит, сустав имплантированный. Но дело не в этом, что же вы, гады, делаете, то... Вот об этом и речь. Какая бы она ни была, чтобы ей там не имплантировали, начиная от грудей, которые, кстати, без лифа, в её возрасте выпустить её без лифчика, ну это просто аут. Ну, смотри, платьицу-то, костюмчик-то, видишь, с оголённым плечиком. Да какая разница? Всякие бюстья существуют, их куча разных бюстьев плечиков, зачем же он... Нет, урод, да, да, именно то слово, которое ты употребила. Урод, ну ладно, она не соображает уже в силу возраста, ну... Бедная Лайза, я после этой передачи пойду это, забуду сном, послушаю что-нибудь хорошее. Вот-вот-вот-вот, забудьте сном. Ну, вот, с Оскаром как бы... А, а туфельки-то посмотри, шахис. Тоже шахисные туфельки. Не-не-не, а ты с Оскаром зря, а-а-а, ты упустила эту роскошную ведущую в розовом платье. Ой, в розовом... Слушай, я вообще предлагаю на эту тему отдельную программу сделать, потому что там есть на что посмотреть, потому что там люди так, некоторые так одеты, что... Даже не в одежде дела. Я могу понять, что это... Как... Сиди... Фу, никак не выговорю. Сиди Бич, что-то там это. Она может быть супер потрясающая актриса. Но что случилось со стилистами в этом чертовом предоскарном варианте? В Голливуде. Какие люди в Голливуде, да? Как можно было на эту корову, на тушу, одеть вот такое колоссальное розовое платье? Она же как дирижабль. И вы попадали на такой... Хорошенькая такая. Очень симпатичная. Симпатичная у нее. Молодец, баба. Мне очень понравилось. Платьица просто прелесть Ну ладно, ну нафиг Давай, ладно, слушай, к сплетням Приступим Ну, во-первых, я вас поздравляю У нас с Карлит Йоханссон беременна Ой, какое счастье Да, ты рада Ну вот, и я Пять месяцев уже Но дело не в этом Это, конечно, очень все здорово, все хорошо Но тут очень интересно был скандальчик Тебя как щиру израильтянку должно просто порадовать Ну-ка, ну-ка, щирой Значит, давай То далее будет Значит, пару месяцев назад Был связан такой небольшой скандальчик Дело в том, что она была очень много лет Сотрудницей, так сказать, благотворительной компании Oxfam И вот тут она была Да, она была вынуждена от этого сотрудничества отказаться Значит, в чем проблема А дело в том, что она была лицом компании Израильской Производящей сифоны Содастрим Шо? Шо? Вот что? И шо? И шо? А то, что часть предприятий этой компании Находится на западном берегу реки Иордан А-а И Oxfam решила, что это, типа, не очень кошерно То есть фирму рекламировать Которая находится в Израиле и разместила заводы на территориях Это как бы нехорошо Да шо вы Ну да Это как бы Дошо вы А какое собачье дело, где наши ширые израильтяне размещают свои заводы Территория, между прочим, тоже нашей Ты не понимаешь А, ну да Это ущемление прав палестинского народа А где этот палестинский народ вообще? Кто это? Вот там А, понятно Все, молчу Меня в этой ситуации очень порадовала реакция Скарлетт Она сказала, что чушь, Галина Фигня какая Не поручите голову, говорит Ну раз так, ну и идите в пиндерявые Я отказываюсь от сотрудничества с вами Все Фигня вопрос Кому хуже будет А, ну да Ну да Она пойдет, куда себя деть Я ж думаю Тем более сейчас у нее ребенок будет Ей как бы это А потом любая, любая компания мира Рада ей предложить рекламный контракт Я так понимаю Еще бы Тем более Все эти бабские, детские Конечно Конечно Она достаточно известна, чтобы найти себе работу по вкусу Слушай, а что это с Джонни Деппом? Он что, совсем с ружду рухнул? Ребята, вы меня извините Но он проявил чудеса тупа у меня просто Вот как ты себе вообще представляешь Да, вот человек вот на голубом глазу просто, да? Ага Приглашает бывшую гражданскую жену Ванессу Паради На которой он не женился Ну, потому что она не просила А, ну да И фамилия у нее красивая, у него нет Ага Он пригласил ее на свадьбу Значит, чем мотивировал? Значит, его нынешняя невеста Иванесса не в хороших отношениях Пока еще Нет, если бабы друг другу морду не бьют прилюдно, да? И в косму не вцепляются Это означает хорошие отношения Нет, ну ты бы не извини Может, во Франции так принято? Нет, ну мужик идиот Нет, ну он не так Я вас попрошу Джонни Депп идиотом быть не может Он может быть этим, как его, экстремалом А, экстремалом То есть ему давно морду не чистили обе две, да? Да Понятно Ну да, бывает же секс втроем И детишки в волосе не цеплялись Смотри, бывает секс втроем, бывает? Бывает Бородобой втроем тоже может быть, правильно? Легко? Чаще гораздо Вот Отош Чудно Ай Ну мы и начали тут с Пенелопой Круз Да, вот я тут хочу про ее мужа кое-что сказать Бородем? Потому что тоже, тоже сильно умный оказался А че он надеял, Бороденочек наш? Ой Ну, Пенелопа-то она скромная девушка А вот Хавьер Бородем, он у нас мужик такой вообще талантливый Он чуть не поссорил Францию и Марокко, нафиг Серьезно? А че так? Вышел на международный уровень Круто, уже дипломаты в лес, что ли? Им бы, знаешь, отдел оборонной магии укреплять на врага Спускать камни на камни бы не устало Короче Он на вручении там какого-то приза Значит Решил блеснуть красноречием И стал говорить о взаимоотношениях Франции и Марокко За каким чертом вообще непонятно Какое ему дело собачье? И сказал, что в 2011 году в частной беседе Оро, представитель Франции в ООН, сказал ему следующее Марокко, это любовница, с которой спишь каждую ночь Ты не особенно ее любишь, но вынужден ее защищать Ну, как думаешь, что я царя А какая память у Бородема, а? Ага Табула раса, блин, в голове нихрена нет Вот ты видишь Так слушай дальше Че там началось это? Ну, что я тебе рассказываю Ты это дело представляешь Короче, тысячи марокканцев Пришли к посольству Франции в Рабате Официальные протесты Портреты бывшего короля А почему они на Бородема всех собак не спустили? Ну так слушай дальше Вы причинили боль всем марокканцам Ну типа-то, что это, французский дипломат сказал А Бородем честный мужик А, да, честный, честный Президент Франции Оланд извинялся Ну, я интересуюсь А Жерар Маро чего сказал? Вот Я вот просто интересуюсь Чего бы не пойти к испанскому посольству И там окна не побить Да, или обидеть Бородема там обидчиком всех мусульман Вот мы дотункали Как-то чуть-чуть А да дотункают А не народ такой Дотункают Правильно сделал, что подал Если подал Мой идиот Не, ну я не Я интересуюсь У кого из них глюки, да? А че, он слово Французский актер, что ли, этот Бородем? Нет, ну понимаешь, в чем дело Там, значит, фильм там был Вот про взаимоотношения там с Марокко Что-то там такое Я не буду вдаваться о подробностях В принципе, не помню я Но дело в том, что Понимаешь, когда такие вещи говоришь Ты же соображать-то ты должен Тем более ты за... Периодически, да Да, периодически необходимая вещь Вот, иногда головой надо пользоваться Не только для того, чтобы в нее есть Ха Ну, представляешь, да? Значит, ты упомянул Мусульманскую страну Ты что, дебил? Ну, да А если ты дебил Не трогай ты политику Ну, это не твое Вообще Слушай, а я же тут Бибер тоже отлетелся Ой, ага Пропустил возможность промолчать Тоже Блин, ну что за парень Мужского в нем вообще Знаешь, как говорили Герои Шолоха Капли на поганое ведро По-моему, даже меньше Десятый час капли Значит, он не только Всем тут рассказал Что Селена Гомес Потерял от детственности Минус Кому бы это было интересно Он что вообще способен на что-то? Ну, видимо, он тогда еще не так много курил А На, что еще сказал? Что типа не я один такой А вот она тоже пьет Я вообще на алкоголичках Ага Ага Ну, я типа могу ее понять Ну, с кем поведешься? Естественно, запьешь Ну, и она, в общем, как бы этого и не скрывала Да, она говорила Да, лечилась я тут, лежала Я в революционной клинике И пчел Пойлась козлом И сама козой стала Вот, именно В общем, девчонка, конечно, тоже молодец В каком-то возрасте И пить запой На это умудриться надо Нормально Может, она с детства такая Откуда знаешь Может, не знаю Значит, Цель все-таки закончил свою жизнь С передозировкой, да, Наркоша? Да, да, да Причем понимаешь, что актер совершенно замечательный Он Очень-очень хороший был актер Нормальный Но самое главное У него была проблема Он с проблемой с этой вроде справился Из какого хрена, извини После того, как Оскара получил Все замечательно Карьера впереди Такая лучезарная И вот это вот опять Ну, почему нет? Ну, просто, не знаю Я этого не понимаю Просто, что люди с собой делают? Зачем? Человеку всегда всего мало Мало? Маловато будет, да? Да, маловато будет И того мало, и этого, и 25-го тоже мало В итоге оказываемся в могиле раньше времени Ну, так вот, да Вот что и получилось Ну, в общем, вот у меня как бы все новости Там всегда всего хватает А, там места для всех хватит Это точно И для беленьких, и для черненьких И для пьяниц, и для праведников Ну, в общем, на сегодня как бы все у меня Субтитры сделал DimaTorzok